Всем привет, меня зовут Игнат Фигур, я сотрудник базальт СПО. И у меня небольшой доклад про то, как я добавлял сборочницу в поддержку отправки MQP сообщений и нашу инфраструктуру обмена сообщениями в целом. Доклад доступен онлайн, можно открыть его у себя на устройстве, если хотите. Долго я не буду держать QR-код, снизу есть ссылка, но в конце тоже будет этот слайд. Я думаю, многие знают и даже пользовались нашей сборочницей, он же Герар. Это система сборки проекта Alt-Index, которая собирает пакеты в репетиторию CZIFUS. Долго на этом останавливаться не будем. С MQP, я думаю, знакомым меньше, поэтому вкратце расскажу, что это. MQP расшифровывается как Advanced Message Cueing Protocol. Это RPC протокол обмена сообщениями в текстовом виде. В данном случае сообщения отправляются в формате JSON. На Википедии еще говорят про MQP, что он отличается организацией очердей, маршрутизацией сообщений надежностью и безопасностью. MQP в сборочнице. Сборочница написана на баш, поэтому в качестве MQP клиента я выбрал утилиту MQP Publish из пакета RabbitMQC. В процессе разработки были исправлены некоторые баги в этой утилите, а также добавлен новый функционал, в частности, это режим переподключения в случае, если не удалось установить соединение с сервером с первого раза. Сообщения отправляются по какому-то событию на сборочнице, и на каждое событие сборочнице отправляется сообщение, как я уже сказал, в формате JSON, содержащее соответствующую информацию о том, что произошло, и какие-то метаданные для того, чтобы потом это сообщение можно было обработать. Конкретно с форматом сообщений, какие JSON-поля оно содержит, можно ознакомиться в исходниках Gerara. В конце будет ссылка. А здесь я только расскажу, какие события бывают. Существует шесть событий, касающихся изменения в таске. Это state, смена состояния в таске. Delete, когда таск удаляется. Под капотом это тот же state, но отдельный тип сообщений. Depth — это изменение в списке зависимостей у сборочного задания. Share — изменение доступа. Abort — это преждевременная остановка процесса сборки. То есть, по сути, все действия, которые доступны с таском через Sage-интерфейс сборочницы, хотя state меняется еще и в процессе сборки тоже. И еще есть событие прогресс. Оно экспериментальный еще код с ним не был добавлен в AppStream. О нем чуть позже подробнее. Сейчас вот идем дальше. Это изменения в подзадании. Тут все даже проще, чем с заданием. Это create — создание сабтаска. Delete — удаление. Approve — disapprove. Соответственно, добавление аппрова или disapprova. И тоже прогресс. Прогресс — это, как я уже сказал, код еще с ним не был добавлен в сборочницу. Но задумка следующая. Поскольку сборка всего пакета ведется поэтапно, то в процессе сборки можно отправлять сообщения о начале и успешном или неуспешном завершении каждого из этапов. В будущем это позволит, во-первых, сделать поэтапную загрузку информации о таске в базу данных, что уменьшит общую задержку при загрузке и увеличит актуальность данных в базе. Также даст возможность отслеживать процесс сборки в реальном времени сторонним приложениям, о которых будет позже от сервиса. И анализ процесса сборки. Например, это позволит отследить время прошлых сборок и проверок каждого пакета и рассчитать примерно время сборки всего задания. Вот тут приведен кусок кода из GERAR, в котором все эти стадии и описаны. Как вам интересно, файл gb-build-task-stages-guerar. Ну и третий тип событий — это события, связанные с ACL. На каждое из событий отправляется сообщение с именем ветки репозитория, в котором происходит изменение. Таргетом — это пакет или группа, которая изменяется. И список старых и новых владельцев. Вот все возможные действия, которые. Вот ивенты с ACL — это add-delete-lead-replace из сейч-интерфейса. И еще два — create-delete — это суперпользовательские. На них тоже приходят сообщения. Вот. Ну, перейдем ко второй части доклада. Это RabbitMQ. Брокер сообщений IMQP. Я выбрал RabbitMQ в качестве брокера, потому что это наиболее широко распространенный брокер. Open-сорсный брокер с открытым сходным кодом. Он активно развивается, имеет хорошую документацию. Подробнее о том, как он работает, можно ознакомиться самостоятельно. Я, опять же, рекомендую официальную документацию. Там есть множество примеров на разных языках программирования. И детальное описание настройки сервера. Я лишь расскажу о особенности нашего случая. Так как брокер — это ключевой компонент во всей системе обмена сообщениями, от него требуется быть надежным. Как еще говорят, high-available, да, высоко доступным. Для этого у нас развернут кластер из трех узлов средствами RabbitMQ. Для клиентов, которые не поддерживают работу с кластером напрямую, то есть работают с одним сервером, в кластере настроен виртуальный IP и гиполайфт для автоматического перехода IP-адреса с одного ресурса на другой, если какой-то выйдет из строя. Также используются так называемые кворум-очереди. Они автоматически зеркалируют сообщения между всеми нодами кластера, что также позволяет обеспечить надежность в работе системе. Так, например, сообщения, отправленные на один узел кластера, можно забрать с другого. Стоимость инфляционизации происходит с средствами в RabbitMQ автоматически. Другой важный аспект — это безопасность. Для этого, во-первых, все сообщения к брокеру подошляются через протокол TLS. Во-вторых, разграничен доступ к ресурсам между пользователями. То есть для каждого клиента создан свой пользователь, который имеет доступ только к нужным ресурсам, к нужным очередям. И еще был реализован свой сервер аутентификации и авторизации с поддержкой авторизации по source IP, поскольку встроенного такого функционала нет. Дальше сервисы. Это третья часть доклада. Сервисы, которые подписываются на очередь уже и как-то потребляют и обрабатывают сообщения. Начну я с немного другого момента. На данный момент основным приложением является загрузка данных в базу Alt.re.pdb. Поэтому я расскажу сначала про работу моих коллег, связанных с этой базой. Alt.re.pdb — это база, которая хранит в себе различную информацию. Проект Alt.linux. Такой, как состояние веток репозитория, состояние сборочных заданий, образы дистрибутивов, баги из багзил и прочее. Структура базы описана в этом файле SQL initial проекта Alt.re.pdb. Первый проект моих коллег, которым я скажу, это Alt.re.p.uploader. Набор утилит для загрузки информации в Alt.re.pdb. Далее это Alt.re.pdb. Публичный API к этой базе данных. По ссылке RDB Alt.linux.org API можно посмотреть и поиграть с этим API. Третий — это Packages Alt.linux.org. Сайт, который визуализирует данные из этой базы данных. Тоже рекомендую всем зайти, посмотреть. Вернемся к сервисам MQP. Первый — это сервис загрузки информации о тасках. Он сейчас находится в стадии активной разработки и решает две основные задачи. Это поддержка актуальности базы. Информация грузится по приходу сообщения от сборочницы. И это обработка случаев, которые сложно отследить по состоянию файловой системы. То есть сложно для Alt.re.p.uploader. Например, при удалении таска сборочница полностью стирает папку с заданием с файловой системы. И отследить уже получается непросто найти вот эти удаленные задания. Для подключения к RDB Alt.linux используется библиотека Pico Python библиотека. Помимо Gerara сообщение еще отправляет наша Bugzilla. Для этого используется плагин Bugzilla Push, доработанный под наши требования. К сожалению, структура базы на данный момент не позволяет грузить всю информацию, которая приходит из Bugzilla через MQP. Поэтому в будущем планируется изменить структуру и сделать сервис по загрузке информации о багах. Также MQP сообщения от сборочницы используются в процессах тестирования сборочных заданий. Подробности о самом процессе тестирования можно будет узнать завтра из докладов моих коллег-тестировщиков. В закладе про MQP не будет, потому что функционал был добавлен совсем недавно. Но уже сейчас информация об изменении в таске приходит от сборочных через MQP. В целом все. Есть ссылки на исходники, они кабельные. Можете открыть презентацию и перейти по ним. Спасибо за внимание. Вопросы, комментарии, может быть, идеи, пожелания. По-моему, самый реактивный доклад. Я старался. Пока нет вопросов, от меня будет маленький комментарий. У меня уже, как это, глаз дергается на фразу, все данные не влезают в базу, потому что, например, на пакадже с Altinux 40 предыдущей его версии, там была ровно такая ошибка, которая у классиков вроде Data расписана достаточно так и сдержанно, но юмористически. Что как только появляется база, начинающего базовода, возникает искушение запихать туда все-все и понаделать оттуда вот таких и этаких селектов. Что эта ошибка хорошо известна, потому что не надо делать все, что возможно, а стоит делать то, что нужно. Пожалуйста. Давай я тебе отвечу, а не Егор. Понимаешь, наша задача сделать аналитическую базу данных, в которой будут лежать все данные, до которых мы дотянемся. И СВД Кликхаус идеально подходит для этих целей. Вот как бы отвечаю на твой вопрос. Все, ты меня загипнотизировал. Еще вопросы, комментарии, между собойчики. Благодарю.